Всем привет! Сейчас я рассказывала, как я обрабатываю теплицу раствором марганцовки и хочу сразу рассказать о серной шашке фаз. Я не раз упоминала о том, что это самый эффективный, но и самый жесткий способ обработки. Я вот такой серной шашкой фаз никогда не обрабатываю теплицы, там где есть вот этот вот грунт, но я обрабатываю ту, где у меня есть стеллажи и все другое. И поэтому я не скоро еще буду ей обрабатывать, но хочу для всех начинающих уже заранее подробно рассказать вам о этой обработке, чтобы вы не, как бы объяснить, ну не ознакомившись вот с ней, не взялись случайно и не обработали что-то себе в ущерб, не сделали какую-то ошибку. Сейчас сначала прочитаем, что на ней написано. Серная шашка очищает подвалы, погреба от грибка, плесени и гнили. Многие ей очищают подвалы от плесени, от грибков, и все знают, что это эффективное средство. И многие, не разобравшись, могут также взять и, например, обработать ей что-то здесь в огороде, теплицу или еще что-то, ну, зная о ее эффективности. Но нужно обязательно прочитать все вот эти вот, какие недостатки у нее есть и вдуматься, может быть, она вам не подойдет, может быть, вы обойдетесь менее жесткими такими средствами. Написано, уничтожает возбудителей болезней, клещей, насекомых, вредителей, изгоняет крыс и мышей. Это вот ее большой плюс, что все, не только у нас болезнетворные бактерии, как вот, например, фитоспорин и марганцовка уничтожает, но это комплексная защита еще и от всех насекомых. Тут даже мышки убегут, ничего живого здесь не останется. Читаем. Сейчас, подождите, она маленькая, грязная у меня. Перед применением внимательно прочитать. Эффективное средство для уничтожения бактериальных инфекций, плесени, грибков, насекомых-вредителей в пустых погребах и подвалах, в нежилых помещениях, теплицах, парниках, оранжереях. Повышенное содержание серы в составе шашки обеспечивает активное горение с выделением более концентрированного дыма, сернистого ангидрида. Дым легко проникает во все уголки обрабатываемых помещений и позволяет гарантировать их полное обеззараживание. Вот на этом пункте я остановлюсь и расскажу вам подробнее. Вот то, что дым проникает во все уголки и все обеззараживает полностью, это очень хорошо для тех помещений, вот как у меня та теплица, где я держу рассаду, где есть какие-то конструкции дополнительные, где есть стеллажи, полки, которые ни марганцовкой, ни фитоспорином мы не сможем обработать. Вот именно, если у вас теплица вот такая вот пустая, нам ведь не сложно и просто вот такими простыми средствами обработать. А если у вас там полки, если какие-то стеллажики, если какие-то старые ящики стоят, и не вынося все это, не освобождая теплицу, можно обработать все сразу. Но с условием, если там не будет ни растений и ничего живого. Идем дальше. Эффект от одной обработки сохраняется в течение трех месяцев, то есть на весь сезон мы себя обеззаразим. Дальше все средства, все вот ее свойства. Уничтожает возбудителей грибков, грибных бактериальных бактерий, очищает любые поверхности от грибка, плесени, гнили, убивает насекомых вредителей, клещей и их личинки, изгоняет крыс, дымовых мышей, полевок и подсушивает воздух в обрабатываемых помещениях. Рекомендации по применению. Выньте шашку и фитиль из упаковки на пол, обрабатываемое помещение на негорючие поставки. Установите необходимое количество шашек на расстоянии не менее полметра от возгорающихся веществ. Затем положите фитиль на шашку. После начания тления шашки, вместе с соприкосновением с горящим фитилем, на её поверхности образуется тёмное пятно, появляется полупрозрачный дым и резкий запах. Убедившись, что шашка клеит, покиньте помещение, закройте за собой дверь или крышку погреба. При необходимости щели, тканью, войлоком нужно уплотнить. Образующийся при горении сернистый ангидрит является фумигантом. Фумигация окуривания дымом осуществляется в течение 24-36 часов. После окончания этого помещение необходимо проветрить в течение двух суток до полного исчезновения запаха. Пустые погреба и подвалы обрабатывать до закладки кардфутофеля. Это нам неинтересно. Киплицы, парники, оранжереи окуривать до посадки культур, а также после сбора урожая. Внимание! Выделяющийся при горении газ токсичен. И вот здесь, где пишут класс опасности, меры безопасности, тут написано, что вот эта вот фумигация серными шашками несовместима с обеззараживанием помещения другими средствами. То есть, если вы возьметесь работать вот с этой серной шашкой, то вы уже не должны никакие другие средства применять. обработку проводить в отсутствии детей и домашних животных. Использовать средства защиты, очки, респиратор, перчатки. Во время работы нельзя пить, курить, принимать, после работы вымыть. Вот один из больших недостатков, которые ему приписывают этой шашки. Металлические предметы должны быть изолированы во избежание их коррозии, смазаны толстым слоем жира или смазки. Я не думаю, что кто-то смазывает жиром или смазкой. Это очень сложно. Например, если у вас две теплицы, вы не будете смазывать. Но факт остается фактом. Вот эта серная шашка при обеззараживании теплицы, она окисляет металлы. Теплица может, как если у нее, например, срок работы эксплуатации 10 лет, то при ежегодном окуривании вот этой шашкой, вот этот каркас теплицы может прийти в негодность немного раньше. Коррозия металла, она окисляется. Я не думаю, что кто-то будет мазать жиром или смазкой. Серный ангидрид, выделяющийся при горении серных шашек токсичен, при вдыхании может вызвать сильное отравление. Признаками отравления являются головная боль, головокружение, резь, приступы кашля, острый бронхит, первая помощь тут написана. И вот смотрите, поджигание шашек и проверку проветривания должны проводить два человека. Один из которых входит в обработанное помещение, а другой находится снаружи для контроля процесса. Вот это вот предостережение, оно явно говорит о том, что этот продукт очень вредный и что если у человека всякое бывает, какие-то аллергии или что-то, одному никогда нельзя работать с ней, можете даже при поджигании, начнёте поджигать, оно задымится и вам будет плохо, вы упадёте, задохнётесь. Тут написано и всегда все говорят, что если работаете с шашкой, лучше два человека. Один работает, а другой его контролирует, чтобы он не задохнулся. вот такая вот эта жёсткая обработка. Так, дальше хранить в проветриваемом помещении. Но я всё прочитала, и вот что я хочу, из-за чего я всё это читаю вам, потому что, конечно, это очень просто. Поставил шашку, зажёг и всё. Не надо вот эти вот лазить, что-то там протирать, мыть, всё у вас будет уже обеззаражено, не будет ни насекомых, ничего. Но перед тем, как пользоваться серными шашками, всё-таки вы подумайте, сможете, нужно ли вам такая жёсткая обработка, которая портит наши каркасы, теплиц, в которые можно задохнуться, которые на дыхательные пути, на следственные оболочки действуют наши. Может быть, в теплицах, если вы вот так подумаете, я вот много средств вам сейчас называла, и фитоспорин, и марганцовка, и сейчас будет медный купорос, всё это намного мягче, намного более щадящей обработки, чем вот эта серная шашка. Но сразу говорю, если у вас ситуация такая, что у вас или много тут насекомых-редителей в том году заели, у вас какие-то там, например, бложки, или у вас сильно болезни, была вспышка болезней, то, конечно, вот эта фаз, это очень эффективно, единственное средство, которое универсальное, которое убивает всё от насекомых до болезней, вам не нужно будет делать вторую обработку от насекомых, хватит одной серной шашки фаз. Вот для чего я всё это подробно так рассказала? Чтобы вы смогли выбрать способов обработки и методов очень много. Есть вот такой ручной, когда мыть панели просто руками, есть просто, можно автомойкой разбрызгать, всё выбить, всю грязь, можно вот эту шашку поджечь. Выбирайте, пожалуйста, какой способ подходит именно вам. И не надо делать так, как делают многие. Посмотрели один видеоролик, чей-то обрабатывают каким-то средством. О, я сделаю так. Нужно обязательно оценивать свою ситуацию именно в вашей теплице и подбирать именно то средство, которое подойдёт вам. Если у вас нет никаких сильно заболеваний, не было фитофторы, ничего у вас не погибало в том году, можете просто помыть теплицу вот с марганцовкой, как я показывала. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это очередной видеоролик про обработку весеннюю теплиц, про дезинфекцию. Сейчас я говорила именно о самой жёсткой, самой эффективной обработке серными шашками. До свидания.